Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Татьяны Блинковой. В начале коротко о главных темах этого выпуска. Мы с вами начинаем наши традиционные окружные совещания, семинары. Педагоги со всей восточной зоны края собрались в Каннске, чтобы обсудить перспективы образования. Девочка умница, хорошая девочка, очень творческая личность. В рубрике «Ищу маму и папу» мы познакомим вас с братом и сестрой, от которых так и веет добротой. Приглашаем всех абсолютно, у кого есть проблемы с ногтями, что на ногах, что на руках, это либо если там грибок. Решить проблемы с заболеванием ног или коррекцией ногтевой пластины теперь можно в одном центре. Накануне в стенах городского дома культуры состоялась массовая ежегодная педагогическая конференция. Более 500 преподавателей посетили мероприятие, а также министр образования Красноярского края Светлана Маковская. Мы с вами начинаем наши традиционные окружные совещания, семинары. Сегодня мы пригласили восточную группу районов. По традиции начать мероприятие предоставилась министру образования Светлане Маковской. Вступительной части она рассказала, каким образом единое образовательное пространство формируется на региональном уровне, после чего учителя делились опытом и новыми методиками преподавания. Это больше, чем обмен информацией. Это, наверное, обмен опытом и обмен мыслями. Когда мы встречаемся в режиме ВКС, либо общаемся в другом каком-то формате, никто не заменит вот этого человеческого общения и тех моментов, которые можно обсудить, ну пусть, скажем, в официальной обстановке, но в то же время неофициально, поделившись друг с другом мнением. Поэтому здесь мероприятие, оно нужно, оно важно. Мы, представители Каннского педагогического колледжа, административная команда, планируем поучаствовать на тех площадках, которые непосредственно связаны с подготовкой педагогических кадров, с профессиональной ориентацией. На базе педагогического класса уже работают педагогические классы. Это связано как раз с профориентацией. Планируем на следующий год открыть педагогические классы на базе школ восточных районов Красноярского края, работая с детьми по профориентации удаленно, дистанционно, в режиме практических посещений базы педагогического колледжа и в онлайн режиме. Один из главных вопросов конференции – это, каким образом выстроить образовательный процесс, чтобы он, с одной стороны, отвечал всем требованиям федеральных нормативов, а с другой удовлетворял потребности современного мира, учащихся и их родителей. Руководители управления образованием города Каннска, города Зеленогорска и Ербейского района представят, каким образом на муниципальном уровне создается единое образовательное пространство для того, чтобы предоставить детям с дошкольного возраста до поступления в вузы и среднепрофессиональное образование единые возможности для получения образования. Сегодня также будет у нас в гимназии номер 4, в школе номер 2 организована работа четырех основных площадок по направлениям знания, воспитания, профориентация и творчество. Ну а также будут обсуждаться вопросы, которые поддерживают данные направления. Это и повышение квалификации педагогов, это и создание образовательной среды в учреждениях, создание школьного климата, а также взаимодействие с родителями. На площадке воспитания город Каннск представит тему взаимодействия с родительским сообществом. Вероприятие коснулось не только учителей школ, но и педагогов дополнительного образования. Традиционное окружное семинар-совещание посетили более 500 работников образования из 14 территорий восточной зоны Красноярского края. Данная конференция дает возможность проанализировать ту работу, которая проводится в образовательных учреждениях, чтобы успешно завершить учебный год. Кристина Куч, Вячеслав Морозов, телекомпания Каннск, 5 канал. Мы продолжаем проект «Ищу маму и папу». В выпусках новостей мы рассказываем о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. Сегодня мы познакомитесь с Максимом и Сашей. Брат с сестрой очень спокойные и добрые ребята, говорят воспитатели. Мы научились подписывать свои работы без отрыва. Маленький Максим с большой аккуратностью выводит буквы своего имени на доске. Он готовится к своему первому учебному году. Несмотря на то, что ему всего 6 лет и детская активность бьет ключом, он старательно и покладисто занимается слогопедом, показывая хорошие результаты после каждого урока. Пропоем их. А-я! Ну, сам. А-я! О-ё! О-ё! У-ю! У-ю! Он желанием посещает наши коррекционно-развивающие занятия. И этот ребенок очень дисциплинированный, послушный. Он готов заниматься с утра до вечера, каждый Божий день. Максим с удовольствием принимает участие во всех событиях, которые происходят в дошкольном отделении нашего Каннского детского дома. Он участвует в спортивных соревнованиях, в тематических утренниках, на праздниках, разучивает стихи, поет песни, участвует в танцах. Очень активный, любознательный мальчик. У Максима есть старшая сестренка Саша. Ей 10 лет. Она так же, как и ее брат, стремится познать мир и всегда обучается чему-то новому. Саша очень талантливая девочка и отличная рукодельница. Она шьет себе мягкие игрушки, изготавливает подделки, рисует и очень любит собирать мозаику. Именно на этих творческих занятиях Сашенька находит свой покой и на мгновение грузь в душе заглушается. Ведь эти детки мечтают о дружной семье, в которой все домочадцы будут собираться за вкусно накрытым столом и проводить тихие и уютные вечера вместе. Девочка умница, хорошая девочка, очень творческая личность, умеет организовать вокруг себя детей на любую игру, на любое творчество. В школе учится хорошо, даже ожидаем в этом полугодии ударница выйдет, тянется, с желанием ходит в школу. Друзья есть в группе, со всеми дружит, очень активная, позитивная девчонка. Полную информацию о ребятах вы можете узнать у специалистов Каннского филиала Центра развития семейных форм воспитания или в отделе опеки и попечительства. Адреса и телефоны вы видите на своих экранах. Проект «Ищу маму и папу» реализуется под эгидой Пятого канала при участии Центра развития семейных форм воспитания, поддержки Каннского детского дома имени Гагарина и Красноярского краевого дома ребенка. Татьяна Тункусю, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», Пятый канал. Сразу после небольшой рекламы покажем блог коротких новостей, а также расскажем другую полезную информацию. Оставайтесь на пятом. Субтитры создавал DimaTorzok Орион Телеком Санаторий-профилакторий «Березка» приглашает отпраздновать важные события в свой банкетный зал. Оригинальная кухня, уютная атмосфера, близость природы сделают ваш день незабываемым. Хотите продолжить празднование? Приятным бонусом станет проживание в санатории всего за 1700 рублей в сутки с питанием. Для вас уютные комнаты, спортивные залы, бассейн, сауна, оздоровительные процедуры и отдых в кафе «Белая чашка». Нравится? Звоните по телефону 938-00. В поселке Курагина полицейские задержали мужчину, который из мести испортил дорогостоящее имущество бывшей возлюбленной. После ссоры курагинец пришел к дому своей бывшей девушки и поджег ее автомобиль Мазду. Очевидцы пытались остановить мужчину, но он был с ножом. Стража порядка нашли злоумышленника. Им оказался 33-летний местный житель. Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». В Красноярском крае полицейские задержали жителя Норильска по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Местный житель 1962 года рождения решила свою деятельность садовода. Оборудовал свой гаражный бокс под теплицу, закупил все необходимое – 15 бутылей с удобрением, 9 ламп освещения и 2 упаковки полимерных зип-пакетов. Ему удалось вырастить 49 кустов растительности, только вот вся она для создания наркотиков. В ходе обследования квартиры злоумышленника полицейские обнаружили полтора килограмма запрещенного вещества, а также свыше двух килограммов частей наркосодержащего растения. По предварительной информации, задержанный в октябре прошлого года посеял семена, после чего стал осуществлять за ними уход, создав все условия для благоприятного роста. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В Красноярске недобросовестный монтажник установил клиенту входную дверь, а позже вскрыл ее и вынес ценные вещи. Хозяин вернулся домой с вахты и обнаружил, что входная дверь не заперта, а из квартиры пропали телевизор, проектор и другие вещи на сумму около 50 тысяч рублей. Вскоре выяснилось, что к краже причастен специалист, который ранее ставил потерпевшему новую входную дверь и замок, и, соответственно, знал их характеристики, а также то, что потерпевший работает вахтой и длительное время отсутствует дома. Похищенное имущество медвежатник сдал в ломбард за 16 тысяч рублей, а деньги потратил на личные нужды. Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы. В Канске состоялось открытие первого в городе подологического центра. Теперь все проблемы, связанные с заболеваниями стоп и коррекцией ногтевой пластины, можно решить обратившихся к специалистам. Подробности в следующем материале. Я счастлива. Ура! Поздравляем! Поздравляем! Для основателя Центра подологии и эстетики «Пода Эксперт» этот день действительно поистине счастливый. Ведь она осуществила свою мечту и собрала в одном месте мастеров, которые помогут всем горожанам решить проблемы, связанные с заболеваниями стоп и коррекцией ногтевой пластины. Сюда мы приглашаем всех абсолютно, у кого есть проблемы с ногтями, что на ногах, что на руках. Это либо если там грибок, ну то есть это очень распространенная инфекция, можно так сказать. Мы делаем эту профилактику и избавляем от грибка. Также если у кого-то мозоли, у кого-то трещины, то есть такие проблемы, это глобальные. В Центр закуплено новейшее современное оборудование и косметика. Оборудована качественная зона четырехэтапной стерилизации. Кроме того, здесь изготавливают ортопедические стельки и ортезы индивидуально. А также по необходимости осуществят выезд клиенту на дом. Примерно с середины месяца, с середины марта мы планируем выезд к маломобильным тяжелобольным инвалидам. Эта услуга была очень востребована у нас в городе и большие заявки на нее. Несмотря на то, что Центр только начинает свою деятельность, на открытии была масса людей, которые уже знакомы с работой специалистов. Некоторые из них уже решили свои проблемы с помощью Натальи и приходят к ней уже за эстетическими процедурами. Наталья Викторовна занимается моими проблемами в течение уже пяти лет. И я очень рада, что сегодня наконец-то открылся такой Центр помощи. Не просто кабинет, а настоящая помощь клиентам. И эстетические, и проблемные дела. Все решается здесь. То есть, если у вас какие-то проблемы, смело идите сюда, потому что мастер не только умеет это делать, она еще это делает грамотно, она обучается, она развивается. То есть, она уже в своем деле профессионал. Стоит отметить, при обращении в Центр за эстетической процедурой вы можете быть уверены, что если мастер обнаружит неочевидную для клиента проблему, то за работу он не возьмется, а предложит сначала избавиться от заболевания. Подэксперт ждет старых и новых клиентов по адресу 30 лет в ЛКСМ 18, помещение 25, напротив здания бывшего пенсионного фонда. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. Пришла пора переобуваться, а в наш город снова приехала выставка белорусской обуви. На весь товар для гостей и жителей Каннска подготовлены акции и скидки. Проблемные ноги не всегда проблема. Обувь из Белоруссии уже успела полюбиться Каннсом. Требовательным покупателям опытные консультанты помогут подобрать демисезонную пару, учитывая все особенности стопы. Наша обувь особенно подходит людям с такими проблемами, как выпирающая косточка, деформация пальцев, широкая стопа, высокий подъем. В наших моделях предусмотрено все для комфортной носки. Это анатомическая колодка, высота каблука, соответствующая медицинским стандартам. Подошва вулканизированная на литьевой основе, плотно крепится сверху, дает амортизацию при ходьбе. В такой обуви вы будете чувствовать себя максимально комфортно в течение всего дня. Обязательно приобретите новые ботиночки для прекрасной половины человечества, ведь на это есть весомый повод. Дорогие мужчины, в преддверии 8 марта приятным подарком для вашей женщины может стать комфортная и уютная обувь. Тем более цены на весеннюю коллекцию остались прошлого года, а на весь зимний ассортимент скидки. Еще одно преимущество обуви в том, что она прошита капроновой нитью и не будет промокать во время прогулки по талому снегу или в дождь. Узнала я, конечно, что к нам вновь приехала ярмарка белорусской обуви, конечно же, я к ним пришла, узнала, что у них сейчас действуют акции, скидки, то есть различные. Приобрела вот такие вот себе ботиночки, порадовать себя к празднику. Особое внимание заслуживает широкий размерный ряд, женский от 36 до 43 и мужской от 40 до 49. Ярмарка находится в торговом центре ЦУМ по адресу улица Московская, 55. Время работы с 9 утра до 6 вечера. Успевайте приобрести удобную пару обуви, ведь выставка продлится до 11 марта. Татьяна Тункусев, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал. На этом наш выпуск завершен. Сразу после него смотрите рубрику «Полезно знать». В студии была Татьяна Блинкова. Всего доброго. До свидания. Уважаемые мужчины, в преддверии весеннего праздника 8 марта приглашаем вас в магазин «Рассвет» в строительный отдел и предлагаем вам приобрести подарки для милых дам. От подарочных наборов, часов, постельного белья, пледов, кастрюли, любой кухонной принадлежности со скидкой 28%. А также ваш чек участвует в розыгрыше 3000 рублей. Розыгры стоят 31 марта. Приятный бонус к празднику весны. Порадуй свою даму сердца таким важным для нее подарком. С 29 февраля по 9 марта пройдет выставка-ярмарка «Рыбы» от компании «Вкусная рыбная». Большой ассортимент продукции из Камчатки, Норвегии, Сахалина, Владивостока и Чили. Семга, Чавыча, Форель и многое другое. Ждем вас. Мы находимся в Портер Тур 2 возле магазина «Столица». Трактор деталь. С нами надежно. Редактор субтитров А.Семкин Наша реклама работает быстро и качественно. Подай объявление в бегущую строку Пятого канала и его увидят. Телефон стола заказов 2 05 20. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова